Блет Хаунд Это тот персонаж, которого нельзя недооценивать. Он с легкостью может вычислить вас по оставленным вами следам. Он будет знать каждое ваше действие, если вы окажетесь в радиусе действия его пассивного умения. Также он обладает такой способностью, как Око Всеотца, при помощи которой он видит врага, его ловушки и следы в определенном радиусе. Проще говоря, это временная ВХ, которая перезаряжается за 35 секунд. Главным его оружием является спецумение, при использовании которого увеличивается его скорость. Внимание его конститурируется только на врагах, которые отмечаются красным, плюс он видит следы врагов. Эта способность действует 35 секунд и перезаряжается за 3 минуты. Итак, что мы знаем о самом Блет Хаунде? Блет Хаунд известен во внешних землях как один из величайших охотников на всем фронтире. И это единственное, что точно известно о нем. Кто это на самом деле? Тайна, полнящаяся слухами. Сказочный ли богач или кровожадный убийца? Или заклинатель Голиафов? А может, бывший раб или наполовину летучая мышь? Теорий много, и версии разнятся в зависимости от рассказчика. Имя неизвестно, возраст неизвестен, родной мир неизвестен, даже пол Блет Хаунда неизвестен. Если приблизиться к реальному миру, то Блет Хаунд – это порода собака, поведенная в Бельгии. Издавна представители данной породы использовались как служебные собаки. С их помощью осуществлялся розыск преступников, а также они служили сторжами при привыклированных способах. В принципе, Блет Хаунд обладает собачьими навыками. Мы можем только гадать, кто он есть на самом деле. Ответ знают только разработчики игры. Сейчас я бы хотел вкратце рассказать, как правильно пользоваться умениями Блет Хаунда. Расскажу коротко о самом главном. Используйте умения Ока Всеотца в городах, около каких-нибудь домов. Не жалейте, так как перезарядка происходит достаточно быстро, всего лишь за 35 секунд. Если вы сомнимаетесь в том или ином доме и подозреваете, что там может быть враг, используйте эту способность. Лишним это не будет. Возможно, это спасет вам игру. Спецумение. Используйте его с умом. Не тратьте просто так. В отличии от Ока Всеотца, оно перезаряжается за 3 минуты. Так что советую вам использовать в тех случаях, когда вы уже знаете, что сейчас начнется бой. То есть, если вы увидели врага, то и понимаете, что вы сейчас пойдете в бой, то лучше используйте его. Оно вам может сыграть решающую роль. Лучшими оружиями, которые подойдут для Бладхаунда, будет дробовик Миротворец, ПП Р-99, автомат Р-301. Также снайперки, длинный лук и тройной эффект. Почему дробовик Миротворец и ПП Р-99? Потому что Миротворец обладает убойной силой. И врага можно забрать буквально за выстрел, попав в голову. Р-99 это очень скорострельное оружие, и тоже очень хорошо на ближней дистанции, если выпустить полный магазин в тело противника. Почему же именно эти оружия для ближнего боя? Да потому что вы с помощью способностей, использованной на Кью, то есть Ока Всеотца, можете с легкостью зайти противнику спину. И использовать потенциал этого оружия на 100%. Длинный лук и тройной эффект, то есть снайперские оружия, я вам предлагаю использовать с спецспособностью. Так как ваши враги помечаются красным, вы можете спокойненько по красным силуэтам отстреливаться с дальней дистанции. Так как никакие кусты вам не мешают. Враг виден точно и ясно. AR-301 просто мое любимое оружие. Я люблю с ним поиграть. Поэтому, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Артист. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok